21 мая 1937 года в районе Северного полюса совершили посадку в советские самолеты. Невиданный перелет над арктической пустыней совершили полярные летчики под командованием Михаила Водопьянова. Событие стало по-настоящему эпохальным. Советский Союз стал первой державой, граждане которой впервые в истории освоения Арктики совершили посадку на полюсе. В день 80-летия знаменательной даты открывателей Арктики вспоминали в четырех городах России, в том числе и в Наринмаре. 21 мая первый самолёт, который пилотирует Водопьянов, совершает посадку на Северном полюсе. Здесь ещё никто на лёд не садился. Ликованию нет предела. Эти кадры легендарного полёта облетели полмира. Советские лётчики совершили, казалось бы, невозможные. Пересекли Арктику и посадили на дрейфующие льдины тяжёлые грузовые самолёты. В них – оборудование для научно-исследовательской экспедиции под руководством Ивана Папанина. Им предстояло положить начало научно-исследовательской работе в арктических широтах. Это был первый случай, когда самолёты приземлились на Северный полюс. До этого были пролёты Тирижаблей, Италия и Норвегия. Они пролетели просто на Северный полюс. Сам посадку никто не осуществлял туда. Героическое событие 80-летней давности отметили видеоконференцией. На связи Москва, Санкт-Петербург, Салихард, Лутугинский район Луганской области и Наринмар. Историки, краеведы, члены общественных организаций и школьники делятся ценной информацией. Наринмарцы рассказывают о посадке знаменитых лётчиков в Ненецком округе. Их путь лежал из Москвы до Северного полюса. На пути к земле Франца Иосифа – три посадки. В Холмогорах, Наринмаре и Новой Земле. В Красном городе экипажу провели две недели. Ждали лётной погоды. Город Наринмар в дни прилёта этой экспедиции, в течение этих 12 дней, был просто переполнен корреспондентами большинства газет Советского Союза. Все корреспонденты стремились поприсутствовать на мероприятиях с выдающимися полярниками. Ненецкий округ сохранил много сведений о досуге полярных лётчиков. Встречи с тружениками, школьниками, посещение концертов. Удалось даже провести чемпионат по домино. Одновременно пополняли продуктовые запасы – оленины, консервами и хлебом. И подготовили радиолинию. 12 апреля 1937 года экипажи вылетели на новую землю. А 21 мая совершили посадку на острове Рудольфа, земли Франца Иосифа. Вклад первой полюсной экспедиции в исследовании Арктики был весьма существенным. Впервые попанинцы изучили структуру полюсного льда и снега, провели замеры глубин, следили за погодой. Полярники обеспечили метеоданными великие пропагандистские перелёты Чкалова и Громова в Америку. Первая экспедиция на полюс положила начало широкомасштабным исследованиям Арктики в Советском Союзе. События тех дней остались не только в книгах, историках и краеведов. О подвиге полярных лётчиков свидетельствует табличка на здании по улице Ваучейского, 15. В деревне Куя сохранился дом, где в октябре 1937 года останавливался Михаил Водопьянов. А в Ненинском краеведческом музее можно увидеть и его личную вещь – форменный ремень. Мы откроем выставку, фото-выставку в нашем музее, посвящённую вот этой как раз экспедиции на Северный полюс. Ну и совместно с авиапредприятием у нас проект сегодня есть такой, где мы подготовили буклеты и брошюры о экспедиции. По итогам видеоконференции решено продолжить работу по сохранению исторического наследия, издать фотоальбом, пополнить школьные видеотеки фильмами о полярных лётчиках, а накануне 21 мая проводить полярную неделю. Валентина Чибич и Клеонид Шушилов, Телеканал Север.